Альберт, ваш брат сейчас одержал победу над Алексеем Полпудниковым. Насколько вы довольны выступлением? Насколько серьезной была оппозиция для вашего брата? Ну, конечно, есть ошибки кое-какие. Он пропустил несколько ударов. Мы и планировали обойтись без этого, но победа есть победа. Этот парень пересел из бокса где-то 3-4 года назад и начал заниматься ММА. Поэтому чуть-чуть опыта не хватает в этом плане. Я думаю, он будущая звезда, поэтому я доволен, конечно. Насколько сейчас Альберт готов к тому, чтобы встречаться, скажем, с базовыми борцами, а не ударниками? Я думаю, он готов к любому сопернику в этом весе. Он сам неплохо борется и физически очень крепкий. Поэтому нам без разницы. Главное, чтобы в рейтинге повыше был соперник. И будем готовиться и драться с любым. У Алексея Полпудникова перед этим было два поражения, но они, скажем так, мягко говоря, спорные. Несколько вызывает неправильное о нем представление. А какое представление у вас реально вызывал Алексей Полпудников? Да, я же смотрел его бои. И ни в одном последних 2-3 боя нигде он не проиграл так, чтобы сказать, ну, проиграл и проиграл. Этот парень со всеми дрался на равных и можно было отдать и туда, и сюда. Поэтому это был очень достойный соперник. Я желаю ему удачи в дальнейшем. Но наша цель забрать этот пояс, поэтому нам надо проходить таких сильных бойцов, как Полпудников. Перед своим поединком Берт мне говорил о том, что вы часто с ним спаррингуете. И то, что зачастую эти спарринги бывают тяжелее, чем бои. Насколько хорош ваш брат по сравнению с вашими соперниками? Ну, конечно, у нас бывают жесткие спарринги. Конечно, спарринг – это спарринг, но бой – это бой, да. Мы к этому бою тоже готовились очень усиленно. Хоть я и заболел, первый месяц не мог помогать. Но последний месяц мы три раза в неделю спарринговались. И, видите, получилось выиграть. Я доволен. Если я правильно помню, последний поединок вы провели в январе этого года. Насколько у вас сейчас не хватает практики боев? Ну, я год назад провел последний поединок. И, конечно, уже соскучился по боям. Но в связи с этой пандемией чуть затянуло все. И, я думаю, в ближайшее время это будет ясно. Посмотрим. Ваша цель по-прежнему попасть в UFC? Да, конечно. И сейчас есть ли какие-то там переговоры? Да, мне сейчас делают визу рабочую. И я жду собеседования, чтобы назначили мне. Если я назначу собеседование, как получу визу, мне обещали подписать сразу. Я так понимаю, вы и ваш брат выступаете в одной весовой категории? Нет, мой брат выступает на две весовой категории ниже. Я на 77, а он на 66. Понял. Ну, тогда я желаю вам удачи в вашем подписании в UFC. Возвращение в БРК Лигу. И вашему брату тоже самое карьера. Я думал, он просто ваш титул здесь доберет. Но пускай покоряют клан Туменовых две весовой категории. Спасибо, вам тоже всем благо. Вам победа.